Привет, ребята, это Алена, вы на моем канале про здоровье. Сегодня с вами говорим про печень и почему важно поддерживать печень, если хочется эмоционального и физического здоровья. Напоминаю, я провожу коучинги по психологии и соматологии 30+. Те, у кого есть какие-то вопросы, обращайтесь. Сегодня тема печень, потому что обычно заболевания деменции, альцгеймера, депрессии начинаются в печени. Многие об этом не знают. Я хочу с вами поделиться базовыми моментами, которые вы должны знать, чтобы помогать себе. Простите, сегодня очень такая открытая тема печень. Печень ненавидит интоксикацию внутреннюю. Так бывает, что вода, еда, металлы содержатся в воздухе, вообще во всем. И печень это все успешненько утилизирует. Но для этого ей нужны помощники. О всех детоксах, всех симптомах интоксикации я уже рассказывала. Но в этом видео я расскажу просто, как работать самостоятельно, если вы хотите, в принципе, жить долго, счастливо, без каких-то проблем. Первое, что печень не любит, это вообще голод. Сейчас очень модные голодные диеты. Но если вы хотите действительно жить долго, то нужно знать базовые принципы детокса печени. Там несколько фаз. И все эти фазы нуждаются в кофакторах. Если кофакторы не приходят в достаточном количестве, то проблема интоксикации встает ребром. То есть не потому, что гладиолус, а потому, что не хватило субстрата на детокс. Это элементарно. И про прям супер продукты для печени. Я считаю, такого есть, но частично это очень индивидуально. Овощи, зелень, тыква может помочь. Но кто придерживается. У всех есть разный стиль питания. Я напоминаю, что то, что полезно одному, не полезно вам. У кого-то больше кето, у кого-то палео, у кого-то какие-то другие моменты. Напоминаю, что печень будет действительно страдать, если у нее не хватает помощников. И здесь мы говорим про... Сейчас демонизировали полностью фрукты. Я считаю, что зеленые яблоки, они действительно необходимы. То есть, можно позволить себе что-то из фруктов, ягод. Из фруктов, например, для печени более безопасны яблоки. Там две штучки где-то в день. Облепиха очень круто работает. Облепиха содержит такие микроэлементы, как медь, кремния, железо, которые необходимы организму для нормализации крови. Улучшает работу печени. Дальше. Свежевыжатые соки печень не любит. Другой момент. Зеленые травяные чаи. Возможно. Минеральная вода индивидуально. Но она очень помогает нормализовать водно-солевой баланс. И выработку желчи. То есть, напоминаю, что если есть проблема с желчным, то ЖКТ весь страдает. Следующее. Кисломолочные продукты. Пусть сейчас демонизируют все молочные продукты. Но я напоминаю, что бифида и лактобактерии, они очень нужны для вашего кишечника. В зависимости, откуда вы их берете. Я рекомендую покупать в капсулах микрофлору и делать домашний кефир с пробиотиками. Орехи и семена богаты ненасыщенными жирными кислотами. Магнием и кремнием. И омега-3 жирные кислоты снижают уровень холестерина в крови. То есть, тут куча всего. Яйца для печени особенно полезны. Так как в них содержится холестерин высокой плотности. Он снижает уровень вредного холестерина. А вот от чего следует отказаться. Кофе. Хоть в нем много антиоксидантов, оно негативно сказывается на сосудах. И на их проходимости именно. Жирное молоко не всегда полезно. В избытке это может спровоцировать жировой гепатоз. И другой момент. Это индивидуально подобранная диета. С вашим доктором. Или с вашим нутрициологом. Кофе влияет тоже на печень человека. И многие пишут о том, что это полезно. Профилактика рака печени. Улучшает пищеварение. Желчегонный эффект. Очищение организма. Влияет на липидный профиль. Но напоминаю. Есть кофе с серьезнейшими токсинами. Есть кофе, который повышает склонность к заболеваниям. Есть кофе, который и так у людей истощенный на кальций и магний. Еще больше это все выводит. И напоминаю, что кофе не очень хорошо влияет на женщину в менопаузе. Иногда, если есть жировой гепатоз, то можно говорить с доктором про кофе. И доктор вам подскажет лично вашу историю. Я не против, но если есть какие-то противопоказания, а-ля проблемы с сосудами, проблемы с суставами, я бы не рекомендовала эту вещь и убрала бы ее из своей жизни. Пишите вопросы.